Медицинский десант высадился в селе Федосиха Кочаневского района. В рамках акции «Добро в село» студенты и врачи провели осмотр маломобильных жителей. Особое внимание узких специалистов детям и пенсионерам. Подробности в сюжете Александра Попова. Зачастую добраться из села в город на прием к узким специалистам – большая проблема. В ФАПах, конечно, могут провести первичный осмотр, но точно диагностировать ту или иную болезнь практически невозможно. Поэтому выходом из ситуации становятся многочисленные медицинские акции по выезду врачей на места. Валентина Семеновна давно жалуется на сердце, однако доехать в Кочанево, чтобы сделать ЭКГ, пока не может. Сам он ездил на машине, вот машина стоит, она уже сейчас, он не ездит два года. Когда ездил на машине, хорошо, сядем, поедем в Кочанево, там что. А сейчас вот дети все работают. Студенты движения «Волонтеры-медики» осматривают пенсионеров, измеряют давление, но главная рекомендация будущих врачей – посетить сельский ФАП, где пожилым окажут профессиональную помощь. Можно прийти в вашем ФАПе сегодня, который у вас здесь есть, можно прийти и все уточнить, все спросить. Сегодня в фельдшерско-акушерском пункте Федосихи все нужные Валентине Семеновне специалисты, терапевты, кардиолог. Нужно было далеко ехать, это или в Кочанево, или куда-то в город ЭКГ делать. А здесь делают это. Большое вам спасибо. Внимание уделяется не только старшему поколению, но и подрастающему. Педиатр Ольга Гуляева уверена, подобные волонтерские выезды нужно не только продолжать, но и тиражировать. Да, сегодня вот я посмотрела новорожденного ребенка, ну, конечно, фамилию говорить не буду, но, допустим, он недоношен. Нужно обязательно этого ребенка показать специалистам. Нужно делать УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ внутренних органов, то есть как бы это тоже необходимо. А вот для студентов это не только помощь нуждающимся, но и необходимая практика. Волонтеры-медики – это просто собственная инициатива, это просто люди, которые горят этим делом и хотят помогать людям. То есть мы считаем, что врач должен не только быть грамотным, но еще он должен уметь общаться с людьми. Этому мы пытаемся научиться и научить наших волонтеров. Организаторы заверили, что хотя акция «Добро в село» завершится в конце года, в следующем стартует еще больше добровольческих инициатив. Быть может, уже под другими названиями. Александр Попов, Антон Мамаев. Новости ОТС.